Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня, как вы уже поняли из названия видео, у нас покупочки с сайта iHerb. Здесь вот такая вот у меня коробочка. Что-то ждало своего часу, а чем-то я уже, знаете, даже пользуюсь, потому что какие-то вещи у меня закончились, что-то попробовала. Поэтому думаю, что видео будет вам интересно. Оставайтесь вместе со мной. Ну что, давайте по порядку. Первое, наверное, о чем хочу рассказать. Я заказала вот такие вот две, не знаю, сыворотки или как это называется. Это серум с ретинолом. Вот таким вот образом он выглядит. Я заказала две штуки. Заказала один себе, другой заказала маме. Маме почему-то все забываю передать эту коробочку, а моя уже стоит в ванной. Я уже какое-то время им пользуюсь. Уже даже могу сделать какой-то вывод, потому что, наверное, где-то месяц назад я получила данную сывороту. Кстати, распаковывала вот эту посылку с iHerb. Я вместе с вами в своем инстаграм. Как мы уже знаем, ретинол это достаточно такой волшебный антивозрастной компонент. Конкретно для себя я брала это как средство от прыщей и для предупреждения морщинок. А для мам уже как такой достаточно неплохой антивозрастной компонент. Ретинол является таким одним из самых активных антивозрастных компонентов. Можно прочитать в отзывах. Многие пишут, что даже какие-то мимические мелкие морщинки у них разглаживаются. Не скажу, что у меня прыщи перестали вылезать, потому что у меня все-таки проблемы с желудком. На данный момент я занимаюсь этой проблемой. Но конкретно заживать, проходить и проходить пустак на меня стало очень быстро. Я не говорю, что это заслуга только вот этого средства. Это заслуга всего моего ухода. Я думаю, что видео о вечернем уходе я уже сняла. Оно уже есть на моем канале. Там вы можете посмотреть консистенцию данного средства. Как я его наношу, как я его использую, на каком этапе. Первые результаты вы уже можете увидеть через 4-6 недель. Я им как раз примерно такое же время пользуюсь. Кожа, конечно, подтягивается с помощью его. Кожа становится более сияющая, более ровная, более гладкая. Конечно, у меня еще есть какие-то кислоты в уходе. Но вот это средство я тоже вижу, как действует. Оно немножечко так пощипывает, когда им пользуешься. Особенно, если нанесешь таким слоем потолще. Я сначала использовала другую сыворотку с ретинолом. Для того, чтобы моя кожа привыкла к ретинолу, я использовала сначала 2 раза в неделю. А теперь вот этот уже могу использовать каждый день на ночь. Но если вы только начинаете использовать ретинол, я все-таки вам советую сначала ввести его так аккуратненько. Потому что может пощипывать, может быть какие-то покраснения у вас небольшие. Но это примерно такое же действие, как и действие кислот на вашу кожу. Заказала на зиму, потому что после этого средства тоже нужно использовать обязательно СПФ. И обязательно нужно очень хорошее увлажнение. Потому что оно работает на глубоких слоях ваших кожи. Не только в эпидермисе, но и более глубоко. И кожа все-таки с ним подсушивается. После него нужно такое хорошее интенсивное увлажнение. И иногда вот когда мне лень наносить достаточно большое количество этапов увлажнений, я с утра чувствую, что кожа все-таки такая подстянутая или даже натянутая. Цена очень бюджетная за такое средство. Поэтому я даже не раздумываясь заказала 2, несмотря на то, что пользуюсь им на самом деле в первый раз. Мне нравится очень. Дальше вот такой вот у меня чай от Йоги. Очень были на него хорошие такие отзывы. Здесь, по-моему, 25 пакетиков. Каждый пакетик находится в таком отдельном сашетике, в упаковочке. Его даже удобно с собой брать. Это органический чай. Все писали, что он такой вкусный, такой волшебный, обалденный. Если честно, на меня никакого самого впечатления не произвел. Я такой человек, который на зиму где-то засушивает мяту, домашнюю мяту. Я езжу, собираю травы, я собираю чабрет. Поэтому, когда я покупаю чай с чабрецом, покупной, это просто отвратительно. На самом деле, чабрец очень вкусный. Но покупной чабрец – это просто какашка. У меня много всяких засушенных трав, ягод, поэтому вот этот чай мне не понравился. Но я думаю, что он понравится вот действительно таким жителям мегаполиса, которые не могут какой-то более-менее натуральный чай, не могут там засушить какую-то травку. Поэтому думаю, что на него присмотреться можно, но лично я его совсем не оценила. Он неплохой, он приятный на вкус, но я ожидала чего-то большего. Дальше прикупила. Еще, как можете видеть, не открывала. Так он у меня и стоит. Вид – это масло виноградных косточек. Я уже в своем видео о уходе за волосами, я ссылочку на всякий случай оставлю здесь, который я снимала почти год назад. Я рассказывала, что я его использую для волос. Намешиваю с кокосовым маслом, оставляю на ночь. Мне очень-очень нравится. Но это средство также очень круто увлажняет именно кожу. У меня кожа на ногах очень сухая. И такой обалденной кожи, как вот после этого масла, не было ни после одного крема, ни после одного лосьона. Кожа действительно такая напитанная и бархатная. К ней просто хочется прикасаться. Я им уже вот очень много лет пользуюсь. Первой моей упаковки хватило очень-очень надолго. Не знаю, года на три точно, может, больше. Поэтому тоже могу советовать. Это очень такая бюджетная классная покупка. И дальше было у меня куплено вот это кокосовое масло. Но я его уже открыла, потому что мое предыдущее закончилось. Я тоже о нем рассказывала. Вот это масло пахнет кокосиком. Я все-таки кокосовое масло вот это использую не для готовки. Я его использую для волос. С помощью кокосового масла у меня получилось отрастить волосы. Кто-то говорит, что им кокосовое масло волосы пересушивает. Но я обычно использую его хотя бы в паре вот с этим. Иногда еще добавляю органовое масло. Тоже купленное мной на iHerb. Наношу на волосы на ночь. И мне крайне нравится. Волосы такие ухоженные и такие скользкие, гладкие, блестящие, напитанные. После масла вот мало какие маски, мало какие бальзамы могут действительно такого результата достичь. А это мне очень нравится и не обязательно для волос. Можно и для тела. Для тела тоже обалденно. Сходила все-таки принесла вот свою сыворотку. У меня уже здесь такого количества нету. Но достаточно у нее, кстати, приятный расход. Очень большой объем, что меня удивило. Достаточно такая большая бутылочка. Я когда в Instagram распаковывала, я сама восхищалась объемом данной бутылки. Думала, будет намного меньше. Дальше тоже средства для волос. Я купила вот такой вот лавандовый кондиционер. Это были пробники, по-моему, если я не ошибаюсь. Данный лавандовый кондиционер, кстати, оказался весьма с неплохим составом. Здесь, по-моему, даже большое содержание кокосового масла есть. Он достаточно хорошо напитывает волосы для кондиционера. Я хочу сказать, что это все-таки не маска. Все-таки маски дают больше эффект, лучше напитывает. Но это достойный кондиционер. Он неплохо разглаживает волосы, неплохо их напитывает. Очень даже достойный. Наверное, из тех кондиционеров, что у меня на данный момент есть, это лучший. Вот этому можно присмотреть с обладателем сухих волос. И, в принципе, мои тонкие волосы он не перегружал, что очень важно для меня. Вот тоже уже открыла, уже пользуюсь. Если честно, забыла, как точно называются. Мочалочки для смывания масок или как? Или спонжики для смывания масок. Для меня минусом небольшим является то, что здесь нет шнурочка. Нет, но я сама забываю, можно самой пробить и все на шнурочек. Потому что у меня все такие спонжики висят для умывания на крючке в моей ванной. И вот этот спонжик, сначала я как-то его не очень оценила. Мне он сначала показался очень жестким. Но на данный момент я привыкла, просто нужно очень аккуратно смывать маски. Я все время маски смывала полотенцем. И мне это надоело, что полотенце постоянно грязное. Здесь, в принципе, очень хорошо вымывается она. Очень хорошо быстро размокает, что мне тоже нравится. Оно может быть даже как такое дополнительное отшелушивание после маски. Вот эту штуку я действительно очень советую. Я очень рада, что она у меня появилась. Маска намного быстрее смывается. Просто взял, провел и все очень-очень быстро. Также я, кстати, иногда смываю пилинг глюколевый тоже этими вот штучками. Тоже помогает быстрее смыть как-то со своего лица. Далее у меня экстракт семечек граната. Штука, я думаю, про которую наслышаны многие. Но как одно дело слышать и другое дело попробовать. Я теперь не знаю. Я хожу, всем советую, что все должны иметь дома такую штуку. Потому что на самом деле ты с утра просыпаешься, чувствуешь, что у тебя какой-то насморк, озноб. Как-то чувствуешь себя плохо. Пошел, накапал 10 капелек, развел с водой. Все. Ты не чувствуешь ни усталости, ничего. Если день пропить вот этот вот курс, как тут написано, что 3 раза в день, если пропить по 10 капель, у тебя действительно не появится никакой простуды. То же самое, что выпить какой-нибудь террафлю, но только ты не вредишь так своим здоровьем. Я вообще читала про экстракт граната. Мне стало очень интересно. Потому что данный экстракт граната можно использовать против многих кожных заболеваний. Это является хорошим антисептиком и антибактериальным средством. Он борется с многими грибками. То есть можно даже попробовать против перхоти. Я все не могу как-то протестировать, выловить человека, у которого перхоть. Написано, что добавлять 5 капелек можно в шампунь, подержать на голове и перхоть проходит. Но, честно скажу, пока не протестировала. Когда попробую, я думаю, что напишу об этом пост в инстаграм. Также многие пишут, что можно наносить на герпес. Тоже пока не проверяла, но я думаю, что действительно будет работать. Многие еще пишут, что во время болезни тоже его используют. И тогда болезнь протекает намного быстрее. Все-таки не всегда, я думаю, что эта штука поможет вам не заболеть. Иногда просто организм, вот если он хочет заболеть, он все равно заболеет. Чем ты простуду не пытайся затоптать, все равно ты заболеешь. Но действительно эта штучка вам поможет выкарабкаться из болезни намного быстрее. И она такая достаточно кислая. Все-таки разбавляешь ее с водой, с соком, с чем угодно. Кислять она такая сильная. Но, честно, это того стоит. Также я прикупила две масочки от Ennis Free. Вот давно смотрела на этой маске. Только я не помню, я заказывала одну или две. Но мне почему-то пришло две. Ну да ладно. Буду более подробно рассказывать о масках вообще корейских тканей в отдельных видео. У меня сейчас достаточно много тканевых масок. Тоже я делала распаковку в своем инстаграм посылки с масками. И эти тоже попробую. Потом расскажу, какое у них полотно, какое у них действие. Очень мне интересно, но маска очень многообещающая. Надеюсь, что она будет круто увлажнять. И прикупила вот такой вот бальзам для рук. Если честно, вот я его не открывала, но мне кажется, что сейчас можно вместе с вами открыть. Посмотрим, какой у него запах, какая у него текстура. Вот он у меня все лежал. Но на самом деле очень такая, смотрите, классная эргономичная упаковка. Будет круто кинуть сумочку. Сейчас вот я его, если смогу, открою. Кстати, очень сложно открыть, чтобы не сломать ногти. Я вам хочу сказать. Ой, такой вкусный-вкусный запах. Давайте-ка мы нанесем сейчас на ручки. Ой, такая плотная текстура. Плохо закрывается. И я не знаю, как я его буду открывать. А нет, открыла. Ну, открывается не очень хорошо. Вот таким вот образом он выглядит. Очень мне нравится. Очень круто. Очень приятно в руке держать. Запах очень приятный. Очень-очень. Что-то он мне напоминает. Густой такой. Потому что у меня сейчас от болгарской розы, так тот вообще ничего не делает. Очень приятно пахнет. Мне кажется, что он будет круто руки увлажнять, напитывать. Потому что у меня руки сейчас постоянно сухие, постоянно в воде, постоянно какая-то готовка. Не знаю, на первое впечатление вообще круто. На этом это все мои такие покупки с iHerb. Крем, кстати, действительно крутой, питательный. Мне очень нравится. Сегодня, кстати, вот снимала вот этот вот макияж. Точно выложу видео в Инстаграм. Не знаю, выложили здесь на YouTube-канал. Но мне кажется, что такой красивый получается макияж новогодний. И захотела снять еще какое-нибудь видео, раз я такая вся красивая накрашена. Поэтому, если данное видео было вам полезно и интересно, вы узнали что-то новое, поддержите меня пальчиками вверх. И подписывайтесь на мой канал. Увидимся в моих новых видео. Всем до скорой встречи. Всем пока!